Так что же такое партия «Авангард»? Если попытаться суммировать все в одном определении, то можно сказать так. Партия широких трудящихся масс, пропагандирующая марксистские идеи, привносящая классовое сознание и идеи классовой боевы в широкие массы с целью обеспечить политические условия для социалистической революции и установления режима диктатуры пролетариата. Следует отметить, что в ходе дискуссии об уставе партии на съезде уже были намечены контуры размежевания по вопросу об организационных принципах партийного строительства. Эту разницу можно отчетливо проследить в формулировках первого пункта устава партии, предложенных Лениным и Мартовым. Формулировка Мартова, принятая съездом. Членом Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. А теперь ленинская формулировка. Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Уже здесь мы видим принципиально разный подход к организационному строительству. Мартов стремился к созданию организации широкого типа, массовость которой была бы обеспечена относительно мягкой внутрипартийной дисциплиной, не обязывающей членов партии активно участвовать в текущей работе ее основных первичных организаций и к глубокому пониманию теоретической и практической базы этой работы. Ленинская формулировка отражает организационно-дисциплинарную суть партии «Авангарда» – не просто содействие, но активное личное участие в партийной организации. Такой подход, с одной стороны, создает определенные преграды на пути быстрого привлечения больших масс и финансовых вливаний в партию со стороны активных сочувствующих, но, с другой стороны, обеспечивает условия для построения партии профессиональных революционеров, сознательно и последовательно ведущих активную борьбу против буржуазного порядка. Именно через свою передовую партию пролетарский класс обретает свое бытие как активный революционный субъект истории. Функция партии «Авангарда» – быть наиболее сознательной частью пролетарского движения, руководимой наиболее передовой теорией, выражающей объективные интересы рабочего класса и непрерывно вырабатывать эту теорию, постоянно сверяясь с барометром меняющихся объективных общественно-политических и экономических условий. Без такого руководящего центра спонтанное рабочее движение неизбежно будет раздроблено, политически дезорганизовано, разбито или сожрано отлаженной государственной машиной буржуазии. Партия «Авангард» не имеет права превращаться в нечто вроде элитарного политического клуба академических интеллектуалов или кружок политических террористов-подпольщиков. Партия обязана идти к самим трудящимся, внедряться в трудовые коллективы и объединения, выстраивать с ними устойчивый контакт, усваивать их настроения и взгляды, пусть таковые могут быть даже бессистемными или спонтанными, научно обобщать их, трансформируя в свою политическую тактику и популярную повестку, которая будет способна получить широкую поддержку. Такой процесс выработки политической линии для партии «Авангарда» должен носить беспрерывный характер, повторяющийся на каждом конкретном этапе классовой борьбы. Такой подход делает партию «Авангард» наиболее эффективным из всех исторически испытанных инструментов политической борьбы против буржуазного порядка.